Крест как каноническое произведение искусства и предмет, который сопровождает человека на протяжении всей жизни. Такую идею заложил Виктор Толкачев, задумая выставку фоторабот под названием «Кресты Пустозерска». Она открылась в Центральной библиотеке имени Печкова и стала первым мероприятием в рамках окружного праздника «День Пустозерска». Это произведение мастеров, это традиция мастеров, это традиция людей, живших здесь. Вдохновенный рассказ о крестах Пустозерска слушаешь внимательно и с интересом. Что не крест, то история. Один поставлен Александру Кожевину, спасшим экипаж судна «Стернин» в 1894 году, другой – крестьянке с Перихиной. На некоторых церковная аббревиатура и даже имена. Позволить себе такое могли только пустозерцы, народ мужественный и независимый. Таким образом они чтили и сохраняли память об усопших. Он сказал, что дерзкие пустозеры, уважавшие своих предков, мечтавшие о том, чтобы они жили долго в памяти, они писали именно для того, чтобы память люди сохраняли. Здесь покоятся. Каждый крест, по словам фотографа, – произведение канонического искусства и артефакт. Он может рассказать не меньше, чем другие исторические объекты. К примеру, резные вставки на креста говорят об искусственных мастерах того времени. А красота и сложность исполнения – о том, насколько почетным и уважаемым был человек. Передвижная выставка создавалась совместными усилиями автора и пустозерского музея при поддержке администрации региона. Для Виктора Толкачева она вдвойне важна. Накануне ему исполнилось 80 лет. Я хочу вам пожелать, чтобы все прошло успешно и выразить одно, я думаю, общее мнение, чтобы мы следующую встречу провели, не дожидаясь очередного выбирания, а гораздо больше. Это Федорик. Взглянуть по-новому на историю Заполярья сможет каждый посетитель Ненецкой центральной библиотеки. Затем фотографии отправятся по населенным пунктам. До 25 марта 2018 года передвижная выставка побывает в Тельвиске, Оксино, Красном, Великовисочном, Андиге и Коткино.